Сегодня в гостях у спортбокса один из лучших российских бойцов смешанного стиля, чемпион мира по боевому самбо, Расул Мирзаев, ныне представляющий команду Eagles MMA Team. Все правильно, Расул? Да, правильно. Только я не могу понять, почему у меня всегда, как чемпион мира по боевому самбо, но они объявляют как чемпионами по баклентеону, как по кик-джитсу, а двукратный чемпион России по боевому самбо, по баклентеону. Ну, самое основное, как скажешь. Сам все не похвалишь, никто не похвалишь. Итак, далеко пока не будем заходить. Последний ваш бой против Диего Нуниса. Человек достаточно серьезный, который выступал в UFC, в Белатаре, побеждал такого соперника, имеют его, как Рафаэль Асбусау, и достаточно серьезный оппонент. Победа над ним с виду показалась, что далась вам крайне легко, просто как будто вы его не почувствовали. Так ли это было? Или все-таки какие-то проблемы испытали, ожидали, что так быстро бой закончится? Нет, я настраивался на все раунды. Все три по пять. Тем более на родине я очень сильно переживал, волновался. Это я не знаю почему. Прям капец, как переживал. И... Вот привезли еще одного мешка. Это как про Массонори и другие бойцы есть серьезного уровня, которые прямо представляли себя в какой-то уровень, дрались в сильнейших организациях. И получается так, я просто настраиваюсь и работаю, тренируюсь, делаю свою работу, и так получается. Достаточно эффекта на каут получился. Готовили, вот это была какая-то домашняя заготовка, то есть уйти и нанести ответ на удар. Я понимал, что он будет в стойке со мной рубиться. Его пушка, я понял от того, что он подсаживается и бьет очень мощно, потому что, когда он у меня одинант в затылок попал, я почувствовал такую пучку. И когда у него пролетел удар мимо губы, и он мне рассек. Прям мелко так. Я тогда уже чуть начал в дистанции работать. Плюс он и справа с левой работал, а я двухсторонний тоже воец. И я просто переиграл его. А как проходила подготовка? То есть вы в основном народе тренировались или, может быть, куда-то ездили? В Штаты, в Таиланд? Нет, я вообще в последнее время забыл, что я куда-то ездил. У меня свой тренерский состав. Андрей Ивичук, это тренер по боксу. Иисус Адулаев, тренер по борьбе и по бажже. Леший Тужилкин по кроссфиту и Саня, я фамилию не знаю, по тайскому боксу. Это мои тренеры, с кем я работаю. Они делают свою работу, я выполняю свою работу. И все, и... Также вам помогал Елесий Николай, да, если не ошибаюсь? Да, конечно, это мой первый тренер, и я всегда с ним на связи. Прослушиваюсь к его мнению, что он мне говорит, ты как? Мне было приятно, что он был рядом со мной в этот момент. Бой проходил в 66 килограммах у вас, правильно? А вот тебе тяжело дается весогонка, то есть... Или, в принципе, не испытываешь проблем, чтобы сделать вес до боя? Я гоняю мало, значит, я гоняю 5-6 килограмм. А, то есть до боя... Я весил сейчас из-за того, что я некоторые моменты поменял в своем питании, там еще что-то. У меня вес упал на 70 килограмм, 7-71 у меня вес был. И на тренировках все видели. А если вот не секрет, можешь немножко рассказать про свой процесс от весогонки, как оно происходит поэтапно? То есть ты где-то урезаешь в пище или больше кардио даешь? Нет, я просто водой гоняю, как и все. Просто я прислушиваюсь к Ису посаду, к тренеру своему. Мы с ним в этом плане вместе как-то вот... Мы сразу начинаем весогонку. Я просто начинаю воду пить и записываюсь за своим питанием, вот и все. Я тренируюсь за одно утром и вечером. И, я думаю, распространенный к тебе вопрос, UFC. Когда ты туда планируешь и велись ли какие-то переговоры? Может быть не UFC, может быть БеллатР? На самом деле это моя самая больная тема. В день, который я слышу, минимум 100-200 раз, честно. И вот даже вот сейчас к вам ехал, меня люди останавливали, спрашивали. Ехал, спрашивал, спрашивали. И мне вообще, это самая больная тема для меня. Жду, вот сейчас визой занимаюсь. У меня контракт со ВСОВ. Просто я не знаю, почему они не объявляют об этом. Ну что, это тоже престижная организация. Не знаю, жду приглашений на бой. Пока не было, да, переговоров, то есть? Было подписание контракта и все. Сейчас занимаемся визой, нужно документы собирать, предусловие, вот это все, то, что нужно. И буду передавать их и смотреть, все дальше будет. Тем более, после этого боя, я думаю, они должны задуматься. Ну, в том-то и дело, да, что я думаю, что как раз после этого боя должно произойти уже уверенно. Чудо. Да нет, почему чудо, это работа, работа, еще раз работа. А сами стремитесь правильно, я понимаю, и все. Да, у меня в Белатаре нет желания. У меня был с Белатаром контракт еще до этого момента. И я не смогу ехать из-за определенных моментов. Хотя он был до конца. Ну, я, судя, что происходит сейчас в мире ММА, то, что в Белатаре творится, то, что они как они ведут с нашими спортсменами, со Шлемейнко, с Магомедрославом, Хазбулайом. А не где они визы им не давали, потом на Шлемейнко по поводу допинга, а потом оправдание получилось. То есть это некрасиво, это уже говорит о том, что с этой организацией лучше не работать. И тем более мы спортсмены, мы в ихних руках, как, можно сказать, марионетки. Нами пользуются просто и все. Это как в UFC сейчас, где Альдо должен драться за титул, Хабиб Нурмагмедов должен драться за титул. Они взяли их просто, можно сказать, сбагрили в грубой форме и сделали чистый денежный бой Альвареса и Макгрегора. Вот и все. А нет такого прям чистого слова, где Дан Вайт сказал, что следующий бой у Хабиба за титул. И все мы понимаем, что мы все этого ждем, что этого пояса и что кто-то выиграет его из России и привезет сюда. И что мы докажем, что у нас серьезный уровень в этом плане и все. Не знаю, даже они сейчас и особо не подписывают наших. У них определенные какие-то ограничения. Они какие-то ограничения вписали. А вот лично общался с Хабибом, может быть, по поводу этой всей ситуации? Как вообще к этому? Мы с ним переписываемся, общаемся. Мы с ним как-никак вместе карьеру шли с любительского еще момента. И общаемся, но по этому поводу мы не общались. Он мне сейчас помогает попасть в UFC. Мы общаемся, он мне помог подписаться контракт с офсов. Сейчас идем дальше, занимаемся визой. Посмотрим, что дальше будет. Просто как вот сам Хабиб сказал ранее, что если после Джонсона ему не дадут титульный бой, то, так скажем, он покинет UFC. То есть, насколько это реально и правильно ли это будет с его стороны, если действительно ему не дадут титульный бой? Знаете, в каждом деле нужно иметь определенное терпение. Очень сильное терпение. И Хабиб лучше всего узнает об этом. Потому что есть такое предусловие, да, типа, я слышу тебя, да, как бы от Бога. Я слышу тебя, потерпи, но скоро будет это. Я тоже надеюсь, что со мной тоже так же будет и что и Хабиб скоро получится. Рано или поздно это будет, сто процентов. То есть думаете, Хабиб не поднимет? Потому что если в плане даже посмотреть дальнейшее, UFC невыгодно. Потому что фанаты от них отвернутся. Если они в следующий бой не дадут Хабибу за титул, они, многие от них отвернутся в этом плане. Это сто процентов. И я думаю, им невыгодно будет. Они по-любому рано или поздно дадут ему. А вот сам, когда попадешь все-таки в UFC, я думаю, что это будет достаточно скоро. С кем бы хотел подраться? Может быть, или ты будешь драться в той же категории, или будешь еще ниже гонять вес? Не знаю. В UFC я планирую в 61, потому что я гоняю 5-6 килограмм. Все гоняют там по десяткам минимум. И нужно пробовать. Главное, правильно попробовать, чтобы правильно восстановиться и провести бой. Кого-нибудь себе уже там приметил? Кого бы хотел, может быть, вырубить? Нет, я смотрю десятку в топ, и у меня есть определенные лица, с кем бы я хотел провести в начале бои, показать им кое-что. А если по именам? А я не знаю их имена, я просто знаю, на нечто, сколько они выглядят. Из топ-10, правильно? Да, из топ-10. А, ну и как всегда есть... Там и Фабер, там этот перешел в другую категорию, я знаю, Барао, 66. Он сейчас выступал в 66, выиграл. Там есть много бойцов с кем можно подраться. И вот если мы говорим про смешанные недоборства, сейчас, к сожалению или к счастью, мы всегда упоминаем Конора Макгрегора. Это, в принципе, не такая... Почему-то стало неотъемлемой частью разговора о смешанных недоборствах. Вот ты сам как лично относишься к этому персонажу? Правильно ли он себя ведет, неправильно ли он? Знаете, я вчера видео выставил в Инстаграм, я фильм смотрел. Ип Мэн, наверное, слышали. Это китайский... Который свой стиль, да, и... Как он называется? Он его открыл, этот стиль, и получается, со временем, когда он... Конец фильма там показывает, как к нему записался Брусли. Это тренер Брусли, можно сказать. И его условия по поводу... Я сейчас включу, и вы поймете, о чем я... Крутые слова. Морали другого человека. Дело идет о том, о морали человека. Да, вот человеческая мораль любого бойца. У каждого должна быть своя мораль в этом плане. И уважение к любому человеку, который занимается тем же делом, чем он занимается. И любым другим, допустим, да, в спорте. Можно сказать, что у этого человека нет просто морали. У него, главное, на первом месте деньги, и все. Ему главное, как попиариться. Если надо будет засунуть голову куда-то, он засунет голову. Словно туда же. Главное, получить свой пиар. И заработать деньги. Да, он поднялся из... 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 Но он забыл, что главное быть человеком и знать свою мораль. Понимаете? Рано или поздно, он сейчас занимается карьерой, да. Он сейчас его... Он сейчас на услугу, все. Пройдет время, как каждый боец в свое время. Потом же его будет. Так же и будет. Эджей, это как бы... Земля круглая. Бумеранга возвращается по-любому. Просто вот его поведение, да, согласен, оно такое выживающее. Может быть, несколько неприемлемое. Тем не менее, как утверждает босс UFC, и в принципе, мы видим, что это привлекает публику. Почему-то... Не знаю, я считаю, что он последний бой, Диаза тоже не выиграл. Я этот бой смотрел принципиально. Если в плане посмотреть этот бой, я не считаю, что он выиграл. И могли бы ничего дать в этом плане. Там ничья, спорный момент. А то, что они единогласное решение отдали Макгрегору, это некрасиво. Там спорный момент был, я этот бой пересматривал, смотрел. Где он во втором-третьем раунде просто убегал от него. Он убегал, и он просто выживал в этом плане, понимаете? Это несерьезно. Это человек, который говорит, что он лучше в мире, он лучше в мире, но он убегает от соперников своих. А сами бы хотели дать по мозгам Макгрегору? Дали бы возможность. Понятно. И все дело возможностей. Главное, чтобы была возможность. В этом человеке ничего особенного нет. Да, он мастер свое дело, он хорошо работает, он красиво работает. В нем есть своя определенная харитматичность и своя работа красивая. Но в плане смотреть, как бы он ни работал, если у человека изначально нет той чувствительности борьбы, то она никогда у него не будет. Даже просто Геас мало акцента на это делал. И если в плане говорить других бойцов, у кого хорошая борьба, я знаю, что Макгрегор боится Эдгара. А что он боится? Он боится его борьбы. У Эдгара бешанная борьба. И почему, когда Эдгар ему говорил, Макгрегор убегал? Потому что он понимает, что любой нормальный борец, который умеет бороться, он просто тот же самый Мендес. Но я считаю, что этот бой продажный. Слишком все легко было. Выигрывая два рандо сухую и в конце взять просто отдать. Это вообще как-то... А вот как раз затронули такую интересную тему борьба и ударка. В смешанных единоборствах у кого преимущество? У базового борца или у базового ударника? Кто вовремя попадет? Пойдет? Смотрит, кто и кто-то выиграет. И такой немножко отвлеченный вопрос. Вот если бы не смешанное недоборство, чем бы занимались в жизни? Может быть, спорт... Не знаю. Знаете, у каждого с детства свой образ жизни идет. Да, вот у меня сформулируется так, что я с детства выживал сам по себе. Переезжая в каждый район, дрался, дрался, дрался. Занимался спортом, круглые сутки бегал, боксом занимался, кейбоксом. Но изначально мой вид спорта – это борьба. Хотя все говорят, что я боксер. Нет, это борьба. Я занимался борьбой около 10 лет. И получилось так, что я когда уехал в армию, я где-то год не занимался вообще. Потом начал заниматься борьбой. Потом человек появился в моей жизни, который занимался рукопашкой. Он меня вывел на уровень рукопашки. Первые мои сомнения в жизни, которые я выступил, это были самые... Я их запомнил на всю жизнь. Где я получил очень хороший штык. Где я прям в крови был. Ну, я, судя об этом, я улыбался. Я был радостный, что это все так произошло. Я после этого начал везде выступать, набирать обороты, практику. И все шло и шло. А почему прозвище «Черный тигр»? А это меня в Пекине на Олимпиаде. Первая Олимпиада боев искусств была. Сейчас их называют «Всемирные игры». И меня там китайцы прозвали. Ну и напоследок расскажи про команду «Fight Nights» Eagle Team. Что ты себе представляешь, да какие цели преследуете? Ну, это не команда «Fight Nights» я так скажу. Это команда, это промоушен. Под эгидой, да, под эгидой. «Fight Nights», но она даже не под эгидой. Она сама «Fight Nights» это промоушен, который ведет бойцов подписание UFC там и делает из них звезд. А «Eagles» это сейчас, я думаю, так. Мы даже точно не знаем на самом деле, но мы так предполагаем, что этот клуб назван в честь Хабиба, потому что он был открыт в его день рождения. И сейчас мы пока еще нам условия и контракт, и ничего не определили. Просто знаю, что мы уже в этом клубе. Ждем сейчас пока условия все пока нам выразят. И будем смотреть дальше. Сейчас Академии ММА тоже нет. Есть «Fight Nights Promotion» и «Eagles» клуб, который будет набирать обороты. Вот на днях в Чечне прошли соревнования, вроде бы обычные, но во время шоу присутствовал такой момент, как три показателями в бой с участием детей. Слышал что-то об этом? Да, я слышал. Я уже весь интернет пестрит об этом, о том, что Федор выразил свое недовольство в этом плане, и что начали большей части бойцов выражать свое мнение по поводу Федора, хотя все забыли, что это легенда, и что все вронялись на него, и все начиналось. Он один из тех, кто начинался в этот момент. Но там еще есть Харитонов, еще есть много других бойцов, просто о них не говорят так. Я считаю, что Харитонов – это легенда, человек, который заслуживает уважения, и он дрался там же, где и Федор, понимаете? Он дрался с Федором, и он выиграл очень много серьезных бойцов, понимаете? Это тоже такая же легенда по этому плане. По поводу мнения, знаете, каждый может выражать свое мнение, да, в плане этого. Тем более Федор – он президент федерации ММА, любительской ММА. И там правильно сказано, в плане экипировки, там, с 20 до 21 года, там, или с 20 детей одевают в шлема и накладки. Все, да, это правильно я считаю, потому что защита должна быть какая-то для начального этапа у людей. Я смотрел все, было, знаете, это уже проходит в своей республике, во-первых. Чечня – это у них своя республика, свой президент. И я думаю, там все, что делается, все решается на высшем уровне. И вот эти все действия, которые были, они, знаете, я как бы и не оправдываю, и не осуждаю в этом плане. Просто они сами решают, что им делать, я так скажу, в одном плане. Это их республика, каждый по-своему, каждый мы в своей республике, по-своему живем. Там у нас дети так занимаются тоже, понимаете, в этом возрасте они уже спарлингуются, без шлемов, без ничего, да, они уже, у них практика такая. И я ничего плохого не вижу в этом, что дети так подрались и показали шоу, да, какое-то определенное. Ну, я считаю некрасиво, что пустили все свои… напали на Федора Емельянника. Они должны помнить, что этот человек тот, из-за которого все начиналось. И они могли бы сказать, да, мы как бы услышали ваше мнение, все там, ну, и на нормальной форме, как бы по рукам дать и все, значит, что, да, не то, что по всему интернету пускать, что вот он там фотки выставляет, где его Мальдонадо бьет, где он на трехугольнике. Это некрасиво, потому что должно быть уважение и не должно быть такой злости и вот этого всего, что творится в интернете. Я считаю, что это ненормально. И тем более, знаете, в этом вправе я не знаю, какие потом будут противоречия по поводу меня эти. Просто мое мнение не стоило в ту сторону, в сторону Федора такие сразу высказывания говорить. А Федору нужно было это просто сделать не в такой форме, мне кажется, да, это я свое мнение всказываю, а просто нужно было обратиться к ним определенно не в общерном, да, в соцсетях, а просто им позвонить и сказать свое мнение. Ну что, так вот. Спасибо, Расул, за интересный разговор. Желаем тебе скорейшего попадания в UFC. Верим, болеем. Спасибо большое. Спасибо.